МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Николай Викторович, если говорить о пирамидах, сколько пирамид существует на Земле? Я точно не читал, но очень много. И на поверхности Земли под водой очень много находят. И пирамиды, которые в Китае очень много пирамид, огромнейших пирамид. И впервые бы их узнали, знаете, когда? В 1947 году. В 1947 году. И то почему? Потому что когда американский разведчик прилетал, на фотографии пирамиды были обнажены. Вокруг них поля обработаны и так далее. Но Китай никогда о них не заявлял. Этим пирамидам 10-15 тысяч лет в среднем. Вопрос, почему Китай молчал об этом? Потому что китайцы никогда их не строили. Поэтому кричать о том, что на территории есть пирамиды, им бесполезно. Потому что только дискретируют их фальшивую историю, которую они придумали. В России пирамиды есть? В России есть, насколько я знаю, в Крыму пирамиды, только обратные. Есть, когда они уходят вершины вниз. На Камчатке есть пирамиды. И может других. Я знаю, в Сербии есть пирамиды. Можете еще где-то изучать нужно. А если говорить о Москве, в Москве пирамиды есть? Ну, знаете, думаю, что нет. Я, по крайней мере, не слышал, не встречался с таким понятием. Поэтому ничего сказать не могу. Потому что нет. То есть, никакие пирамиды, ни подземных, ни надземных, и думаю, в Москве нет. Там уже город в Москве гораздо старше, чем принято считать. Это тоже. Потому что она существовала и до того, несколько тысяч лет до того, как ее считают построенной. Николай Викторович, хорошо, если в Москве нет пирамид, как вы считаете, да? То откуда же взялась та самая пирамида над Кремлем? Что это было? Расскажите об этом случае. Когда это было и что произошло? Когда это было? В прошлом году уже, да? В 10-м году было, да? Осень. Пирамида была, но это не пирамида, а космическая коровая форма пирамиды. Это диверсная вещь. Как она выглядела? Нарисуйте, пожалуйста. Ну, я, так сказать, ее так... А, уже вот маркер. Как обычно, вылет пирамиды. Как они говорят? Обычно пирамида, вот такая, ну, такого плана пирамиды. Примерно, так же, как в фильме по поводу Stargate. Видели, американцы рисуют пирамиды? Космические рыбы пирамиды, которые могут летать, переземляться и так далее. Там много информации достоверно, потом извращено, уже дается другой смысл тому. Объясните, пожалуйста, что это такое было над Кремлем? Космический корабль. Откуда? Как? А что? Подумайте, последние исследования показали, это не мои исследования, так что сказать, что я подгоняю факты, невозможно, что только в пределах расстояния ста световых лет от нашей Земли, ну, Солнечной системы, обнаружено более 50 планет, которые тоже действованы на Земле, на которых вода и кислород есть, и жизнь, и по размерам, и по спектру, звезды по спектру, и так далее. Представьте, сколько таких звезд, даже нашего типа, существует Вселенная нашей, миллиарды, триллионы. Естественно, что многие из них имеют жизнь, и многие имеют разумную жизнь. И цивилизации, так же какие, извините, странные есть, с разными настроениями, которые приходят завоевывать другие страны, и так далее. И все одни, другие, третьи, десятые. Война идет давным-давно между светлыми силами, темными силами. Только, что называть светлыми силами, это созидательная сила, чтобы это не было понятное, религиозное понятие. А темные силы, не то, что они черные, там, митом, черную кожу, и так далее, и так далее, где они от кода же зависят, а суть. Это паразитические системы, то есть система социальных паразитов, которые существуют, за то, что они паразитируют на других цивилизаций, и так далее. Поэтому, если перемещаются на планете, на другой, паразитируют их на них, захватывают, контролируют, и используют их для своей цели. И получается, что, то есть вот эта пирамида, которая была над Кремлем, она из себя, что представляет, как она могла там оказаться? Это же охраняемая территория, там ничего невозможного... Ну, извините, космическая корова выйдет из пространства, в любой точке, где оно захочет выйти, космическая корова. Управляется теми, кто на ней прилетел. И именно, извините, до лампочки, потому что они элементарно блокируют любую систему контроля и так далее, и так далее. Почему там оказалась пирамида? Что это было? Как? Ну, думаю, что это, опять-таки, пирамида, с моего точки зрения, связана с темными цивилизациями, то есть паразитической системой, которая появилась для того, чтобы продолжать воздействовать на ситуацию, чтобы она развивалась, потому что наша страна, как вы понимаете, идет на разрушение, и разрушает основательно даже не одно столетие. И сейчас уже критический момент, когда эта ситуация может кардинально измениться, когда уже прекратится именно вот это бесчинство, беспредел, и страна поднимется с коленки, я говорю, и возродится, как она должна возродиться. И через это произойдет освобождение всего мира. Вот знаете, как вот паразит сидит, вот встряхнуть, вот сейчас время пришло стряхаться паразита, но паразит стряхаться не хочет. И поэтому, я думаю, приглашали своих начальников, что помогайте, спасайте, мы тонем. Подождите, объясните, получается, пирамида возникла для чего она, и почему именно над Кремлем? Почему над Кремлем? Ну, потому что, видно, кто-то из Кремля их приглашал. Кого их? Те, кто прилетел. Почему же форма пирамиды? Вот это непонятно. А корабли разные формы есть. Почему машина строится вот такой формы? Одна в одном виде, другая в другом. Потому что каждая цивилизация строит пирамиды в том виде, как они создают технологии свои, и каждая цивилизация имеет свои технологические решения, и в соответствии с этим принципом действия, и строит свои космические корабли. Вот и все. А пирамида вообще, в чем уникальность этой формы? В чем уникальность пирамиды? Ну, пирамида, в принципе, это линза. То есть, это, как говорится, линзы собирают, только линзы обычно собирают видимый свет, к примеру. То есть, мы поставим линзу и пропустим, это можно разделить, и это и собрать, в зависимости от того, что вы хотите делать, и какая линза, и что делается. То пирамида является инструментом, который именно является линзой для накопления, допустим, тех материй, которые современная наука не знает. То, что современная наука признала, что существует 90% темной материи, которых они, темной материи, не знают, что она темная по самому себе, потому что они ничего не знают. Вот 90% материи Вселенной, они ничего не знают. Но те, кто прилетают, а эти 90% хотя бы кое-что знают гораздо больше, чем наши ученые. И поэтому пирамида, как раз ее форма, она и служит для того, чтобы аккумулят эти материи для того, чтобы самая пирамида перемещалась. Даже в земных пирамидах есть внутри точки определенные в центре, вы знаете, да? Где процессы замедляются очень сильно. То есть, если поместить туда, допустим, человеческое тело, оно будет стареть гораздо медленнее. Знаете об этом, да? То есть, процесс жизни замедляется настолько, что организм не стареет так быстро. И там, когда обнаружили, допустим, зерна, это не обнаружило, естественно, они были жизнеспособны через несколько тысяч лет после обнаружения. После того, как их поместили, через несколько тысяч лет обнаружили, и потом вытащили, они жизнеспособную против Земли не разошли. Просто структура пирамид такова, что она, в мировом случае, пирамиды в радиах тоже используется для СВЧ-излучения и использования как антенны тоже. Так что, это не только для пирамидной материи, хотя СВЧ-излучения тоже один из проявлений этих самых тёмных материй, вариаций. А вы говорите о том, что пирамида это некая антенна? Ну, она, её форма является антенной. То есть, она собирает потенциал, а для перемещения в пространстве тоже потенциал нужен. Ну, своеобразно двигатель, форма двигателя используется. Она является космическим кораблём и в то же время набирает потенциал для перемещения. Вот и всё. Можно ли говорить о том, что благодаря пирамиде люди могли перемещаться в пространстве? То есть, вот создавать какую-то, я не знаю, может быть, кротовую нору, вот чёрная дыра, вот взаимодействие пирамид и чёрных дыр. Вот насколько оно вероятно? Ну, опять-таки, вот я специально, когда вы сказали насчёт возможного понятия чёрной дыры, так? Вот есть энциклопедия и понятия. тут читать долго, но чтобы, это не просто мои слова, чёрная дыра это результат жизнедеятельных звёзд. Если, допустим, звезда до своей гибели имела радиус больше 10-ти солнечных, то после цикла взрывов сверхновой остаётся агарат такой нейтронной звезды, что она влияет так сильно своей гравитацией на кровь и пространство, что не только материя оттуда никуда не выходит, даже свет не может оттуда выйти. Получается, это за зоны, где эта нейтронная звёда существует, большая нейтронная звёда относительно, потому что другие нейтронные звёда тоже есть, но они 3-5 километров всего диаметром, тоже сильно влияют, но такого влияния на пространство не оказывают. И поэтому вокруг этой точки, где находится погибшая такая нейтронная звёда, возникает пространство полной темноты, темнота, чёрнота, потому что никакого излучения туда не исходит. Поэтому масса должна быть, чтобы чёрная дыра, это масса больше несколько солнца. Терпит, ставьте себе, где в пирамиде может возникнуть точка, где масса будет, чёрной дыры такой же эффект. А если две пирамиды и они могут создать кротовую нору, то есть некой, некой такой тоннель для перемещения в пространстве? Это не пирамиды, это стоит звёздный врат, так называемый, как наши предки называли. Врата между миром наши предки называли, где открывались на двух планетах, стояли одно, одни врата на одной планете, на нашей Земле, они до сих пор никто не стоит, другие врата стоят на другой планете. С помощью прямых кристаллов, которые планировали функцию аккумулятора потенциалу, создавалась не чёрная дыра, это абсурд полнейший, а создавалась пробой пространства, но это долго объясняет, как это делается, и человек, ходящий, допустим, проходит через это и выходит на другой планете долю секунды. А могли ли так перемещаться на Земле? То есть, например, с Камчатки переселиться быстро до перейти в Москву? Ну, если в Москве, скажем так, если в Москве были врата такие, которые стоят на Камчатке, и они были настроены друг на друга, то есть резонанс. То есть, если такое возможно, было бы. Ну, не думаю, что для этих целей используют такие устройства, потому что для этого использовались небольшие космические корабли, которые в индусском эпосе, вимана, извращенные вайтманы, как у наших предков было, как они называли. Вот такие корабли, которые помещают очень быстро, в пределах. То есть, есть космические корабли галактического, действия, когда они перемещаются на огромную сторону, когда межпланетные и внутрипланетные. То есть, тогда сегодня небольшие корабли, на которых наши предки перемещались, и для них это была норма. Есть там множество доказательств, фактов, о которых умышленно умолчивать. Какие, например, доказательства? Те же самые корабли, которые обнаружены. Где? И в России обнаружены, не только. И захвачены реальные корабли с инопланетянами и у нас, и в других странах есть. Только об этом все молчат. Николай Викторович, а хорошо... Кстати, извините, в Киеве еще в прошлом веке при Средневом было откопано, откопано космический корабль, который потом же после революции большевики притащили, вытащили, привезли в Москву, а откуда-то привезли, я даже не прослеживал цель. Реальный космический корабль, который был, только он цилиндрической формы. Николай Викторович, а вот скажите, кто мог видеть эту пирамиду над Кремлем? И видел ли ее кто-то? Вы ее видели? Я ее сам лично не видел, но мне не нужно видеть так, но это засняли очень тысячи людей это видели. Что видели? Пирамиду висящие и засняли на видеокамеры и на фотоаппарат, и на телефоны и так далее. То есть это ни один человек это видел. Почему пирамида не скрылась от них? Почему они могли ее видеть? Ну, видно, я не могу сказать, я не могу отвечать за тех, кто на пирамиде был, но скорее всего они не хотели показаться. Я тоже могу запугать, потому что раньше, когда видишь, что такое, все подали ниц. но сейчас уже не падает. То есть хотели никого поклонения? Да, ну, понимаете, что говорить о пирамидах, если летающих таких, если вот примитивные племена, которые еще есть на земле, поклоняются самолетам, которые прилетают, считают их богами. Николай Викторович, гибель Гагарина, как она могла быть связана и с чем она была связана? Вот загадка гибели Гагарина, загадка гибели Гагарина, в чем она была? В чем? Ну, во-первых, как вы понимаете, что Гарин был не первым космонавтом. Даже вот недавно я увидел, это я договорил давно уже, так? Вот несколько дней назад была передача тебе показывает, что действительно Гарин был первым космонавтом, вернувшись живым с орбиты. Потому что показывали запись не вживую, а запись показывали его полет. А до этого летали и другие люди, и фамилии известные, и перенговали разговоры, которые просто погибали. И считают, эти люди, геройские люди, и без их гибели, то, что они перед смерть смогли сообщить полет того, что Гагарина было бы невозможным. Поэтому я не понимаю, как можно замалчивать, что эти люди были и погибли. Я считаю, это преступление не только в отношении к ним, все преступления в отношении вообще всех остальных, которые действительно жертвуют собой для того, чтобы действительно добиться что-то, прогресса и так далее. По-настоящему жертву. Это были россияне? Да. А Гагарина убрали просто-напросто. Он мешался уже. Кому и чем? Брежневу в данном случае. Просто Гагарин парень простой все-таки был. И он посчитал, что он первый человек космоса, то есть, жена мира получилась, что он такой известный, и так далее. И тогда он решил, что побороться с правительством он не понимал. Многие вещи он понимал правильно. И начал высказать Брежневу, что он думает по его поводу. Ну, как вы думаете, как бы Брежнев среагировал на это? Понравилось им это? То есть, для Брежнева он уже мешал. Потому что его авторитет гораздо был высший. Потому что он во всем мире и к нему прислушивались. А он начал уже критиковать существующую систему. А это было очень невыгодно. Николай Викторович, в чем же тогда мистика гибели Гагарина? Я слышала о неких вихревых потоках. О том, что самолет вроде подействовал на самолет Гагарина, то есть, создал этот вихревой поток. И самолет это на самом деле не было. Что было? Вот расскажите про природную аномалию или какую-то мистическую аномалию. Здесь, к сожалению, было ни того, ни другого. А была просто-напросто организована авария. Так же, как была организована в своем мучкаловом время, знаете, да? То есть, самолет был выпущен в полет неподготовленный. Вернее, ну, понимаете, делать сейчас техника хорошо стоит. Достанете просто поставить прерыватель где-нибудь в какой-то цепи электрической который подает сигнал самостояние, чтобы он разомкнул важную цепь и самолет стал неуправляемым. Вот и все. Сложно это сделать сейчас? Элементарно. Так вихревые потоки были? Нет. Никакой мистики нет. Это просто устранение. Убрали. Не говоря о том, что там еще дальнейшее продолжение этой истории есть. Почему же тогда высказывается теория о том, что самолет Гагарина мог разбиться из-за черной дыры? То есть это создало некое пространство? Если была бы черная дыра вблизи самолета, то бы, извините, исчезла бы наша Земля. Потому что черная дыра, вот я специально, хочу почитать, это весит несколько раз больше нашего Солнца. И если бы такая дыра появилась, на 5 секунд, во-первых, принимайте, это такое гравитационное возмущение, что все океаны мгновенно бы вышли из берегов и так далее, и так далее, и так далее. Понимаете? Просто говорят, к сожалению, невежественные люди. Понимаете, слова бросаются в черную дыру. Хотя прочитайте или хотя понимайте, что под этим понимаете. Или скажите, вот я понимаю под черной дырой то-то, то-то, то-то. А если есть определенное понятие у всех остальных, что черная дыра это есть космический объект очень небольшого размера, то все равно это, извините, 15 километров диаметр, черную дыру, к примеру, реальной космосе, это все-таки не 5 копеек, правильно? Если такая 10-15 километров появилась бы из такой массы, представьте, что с землей было бы. Погибла бы земля мгновенно, и солнце бы взорвалось бы сверхновой стал от такого грацина влияния. Понимаете, это, я не знаю, кто такие вещи говорят, чаще всего люди, которые весьма далеки от науки или те, которые не знают элементарных вещей. Ну, а могла ли черная дыра изменить пространство как-то? Опять, она должна быть сначала здесь. Естественно, черная, настоящая черная дыра естественно влияет потом колоссальный образ на пространство. И все, как я говорил, что она влияет на таково, что не только материя, даже свет не может покинуть пределы зоны действия черной дыры. Так вот, если бы черная дыра появилась вблизи даже солнца, не только рядом с Легарином, то это привело бы к гибели планеты и солнца, и нашей системы тоже. Николай Викторович, почему спрашиваю? Потому что, когда мы были на Камчатке, там в 96-м году был случай, что самолет отклонился от курса по непонятным совершенно причинам и разбился. И потом ученые доказывали то, и причем даже доказали, что подействовала черная дыра. То есть, она неким образом изменила пространство, и самолет сошел с курса. Вот как вы к этому относитесь? Вы знаете, когда хотят придумать абсурд, вот его придумывают. Понимаете? То, что я только объяснил насчет влияния на, так сказать, сейчас существуют технологии, которые могут воздействие на приборы без всякой черной дыры, влиять на то, что они совершенно неправильно показывают ориентирование в пространстве. Но это никоим образом не связано с черной дырой. И это технология уже существует не один десяток лет. А кротовую нору как можно создать? Ну, зону перехода, вы имеете в виду, как называется. Но в любом суде не через две пирамиды. Для этого нужно иметь старгейт, иметь особые кристаллы, которые саностроены, которые в Рязану ходят и создают пробои пространства, но совершим по другому принципу, как обычно, потому что, к сожалению, о пространстве рассуждают люди, которые никогда ни малейшего представления пространства не имеют. Известра И еще вот хотела Вас спросить о перемещении в пространстве, да, насколько наши предки, насколько цивилизация, которая могла жить 13 тысяч лет назад, да, там, в возрастах, когда были построены основные пирамиды на земле? Нет, они были построены после катастрофы, а перед этим пирамиды начали наши предки, наши предки с вами строить, чуть больше 13 тысяч лет назад, после катастрофы, которая отбросила цивилизацию Земли в норму каменного века. А до этого было космическое уровень развития. И наши предков были совершенно нормальные путешествия с одной планеты на другую. Было так же, как сегодня полететь на отдых на Гавайи, к примеру. Когда это было? Еще чуть больше 13 тысяч лет назад. И даже позже, еще тысячу лет назад, вот есть книжка, которую я написал, разбирая сказ о Ясном Соколе, Финис Ясный Сокол, «Настоящее будущее», где я расписал все и перевел те данные, которые там есть, в современное понимание. И увидел, что еще тысячу лет назад, и это вычислилось элементарно, с помощью элементарных расчетов, когда это происходило. Еще тысячу лет назад для наших предков было нормально, что можно прийти на взлетную площадку, сесть и пройти на другую планету. То есть путешествия с Камчатки, положим во Владимир или в Москву? Нет, там путешествия с одной планеты на другую. А на Земле? А на Земле там другие средства перемещения существовали. Та же, типа метро, только другой до сих пор находят, знаете, такие туннели. Дело в том, что наши предки, они старались минимально разрушать саму экологию планеты, и поэтому все системы перемещения или были по воздуху, или под землей, по системе туннелей, которые были созданы, которые перемещались в специальные средства. И перемещались очень быстро. И эти системы уже есть, и их обнаружили, и неоднократно обнаружили. Это колоссальная сеть под землей. И основная сеть именно под нашей страной. Почему, говорю, что это отсюда и строили? А все остальные, знаете, как ветка метро в Москве? Центр, максимальный веток, да? Потом кольцо одно, второе, там. Так вот, кажется, так и здесь. Максимальное количество туннелей именно на территории России и Сибири в основном. Потому что именно там центр был цивилизации нашей. Николай Викторович, могла ли возникнуть вот эта громадная пирамида, которая висела над Кремлем, корабль для пирамида, возникнуть из другого пространства, из другого, другая цивилизация? Может быть, это некая подсказка землянам? Подсказка о чем? Да это не подсказка, в любом случае. Это просто прилетели хозяева доказывать своих подчиненных, чтобы они делали то, что им нужно. Еще раз только без улыбки? А не получают и без улыбки, потому что так и есть. То есть? А хозяева прилетели, потому что подчиненные, которые должны делать то, что они должны, не справляются с тем, что должно происходить. И они приехали, так сказать, им нотацию почитать. Но получили сами по шапке. А кто прилетел, откуда? Как это можно назвать? Представляете другой цивилизации, в данном случае черная цивилизация или паразитическая цивилизация, которая, так сказать, во Вселенной, понимаете, я всегда смеялся, ирония нельзя, когда мы посылаем сигналы в космос, радиосигналы, и до сих пор ничего не получили. Хорошо. Наши предки 200 лет назад получили сигналы в космос, радиосигналы. Что бы принять, видите? Или взяли бы, встали на высокой горе и начали махать каким-нибудь факелом. И показать, азбуку морзу показать, что мы здесь живем. И сказать, а вот на мне ответили. Потому что для того, чтобы ответили на радиосигнал, ну, чтобы где-то находилась цивилизация, на момент прихода этого сигнала к той точке, где этот связь находится, и уровень развития соответствовал уже стопроцентно тому уровню, который был на момент отсылый сигнал с Земли. Такое теоретически возможно. Ничтожный малый шанс. Правильно? И почему нужно считать, что все должны цивилизации развиваться именно в том направлении, как мы идем? Откуда я так уверен, что если их кто-то развивается, убеждать, мы должны использовать для сообщения радио, именно от тех частотых и так далее, которые проходят в пространстве через очень много времени. Там другие способы связи, когда связь мгновенная, доли секунды. Но на основном не на ротехнике. Поэтому, знаете, вот эта вот псевдо-абсурдность, вне абсурдность, на основном открыться на псевдо-абсалютности знаний, которые якобы возникли. Вот мы послали, Россия, никто не ответил, иначе ничего, никого нет. А теперь подумать, чем наша планета отвечает от миллиардов таких же планет нашей Вселенной даже? Да ничем. Почему именно на нашей планете возникла жизнь, а других не возникла? Что же такое исключительное? Ведь даже на метеоритах падающие находят микрогринные бактерии, знаете, да? И это прилетает с других планет же. И почему-то вот считают, что наш планет единственная обитаемая планета во всей Вселенной. Это специально делают для того, чтобы паразиты, социальных, как и называют, потому что навязывают такое мнение, они сами прекрасно знают, что это не единственная цивилизация, они сами, высшие их чины, сами постоянно контактят с ними, ну, со своими хозяевами. Их задача, чтобы убедить всех остальных, что такое не может быть, потому что не может быть никогда. Потому что тогда они могут творить свои грязные дела, сказали, что, ну, как мы вот пробуем, то, что получается, хотели как лучше, получится, как всегда. Понимаете? Вот и все. А если есть другие цивилизации, миллиарды, которые давно прошли эти фазы, то можно спросить, так, а подскажите-ка нам, они скажут, извините, вы делаете вот это неправильно, вот это неправильно, если хотите двигаться вперед, то должны измениться. Они хотят, потому что, да, те, кто сейчас в власти, должны. Вы знаете, даже у наших предков было понятие ваше сиятельство. Слышали такое, да? Ваша светость. С чем это связано, как вы думаете? То, что у наших предков выше знать, было не потому, что там они родились там где-то, не потому, что нацепили себе корону, а потому, что по мнению развития человек нарабатывает такое определенное качество, и вокруг его головы возникает структура определенная, которую многие видели, и они светились и воспринимались как вот такие. Поэтому те, которые заняли их место, у них ничего-то не было. Но они напялись и короной, которые там, кристаллы, все такое блестящее и так далее, для того, чтобы вот, я надел, я главный, понимаете? Вот в чем дело. А понятие светлости, потому что ваше светлость, то есть сияние было, от тех людей шло сияние, светлость, просветленность была. Это были люди высоковознанных духовного развития, которые действительно думали о людях, служили людям, а не служили себе, как те, которые напяливают на себя, неважно корону или что-то называется по-другому сейчас, понимаете, да? Николай Викторович, еще хотелось спросить, а почему же тогда эту пирамиду не видели спецслужбы и не смогли задержать, как-то я не знал убрать? Почему? Во-первых, кто вам сказал, что не видели? Они прекрасно все видели. А вы думаете, что не могут задержать? Как они задержат? Кого? Ну, высказали, пирамиду. Ну, спецслужбы что? С пистолетом высказит, на эту пистолету из пулеметов, да? Вот все, что есть, это элементарные вещи, против которых космический корабль элементарно блокирует, и там все, кто только двякнут, они просто застынут на месте, как столбы, и все. И все дела. Но люди-то простые видели. Издали, видели, правильно. Потому что они находились в непосредственной близости от пирамиды. Их не нужно было блокировать. А спецслужбы, думаю, не видели. Все прекрасно видели. Они знают, и знают, что произошло. спецслужбы просто болчат. Где выдают утки, которые все очень хорошо кушают. Все, спасибо. Пожалуйста. Спасибо вам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok